добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги и партнеры приветствую тех кто пришел сегодня как говорится даже до этого вебинара рад видеть руслана из города хокина на прошлой неделе он был у нас в офисе пообщался с менеджером который работает с ним и задел информационной поддержки приветствую всех вот как мы говорили и часто говорим на презентации двери нашего офиса открыты для любого инвестора и представляете человеку дальнего востока то есть там же в 100 километрах от владивостока был на прошлой неделе у нас здесь в офисе поэтому если у вас есть сильное желание вот каким-то благодаря какой-либо оказе оказались в москве пожалуйста телефон нашей компании на сайте написаны вы можете позвонить договориться вас встретит ну и познакомим с тем местом где мы находимся с людьми с которыми вам может придется сотрудничать и так далее так еще моё вступление достаточно длительное но хотелось бы увидеть в чате слышно видно меня нормально хорошо и всегда просто плюсики поставьте спасибо руслан у нас тут по понедельникам и четвергам в этой вебинарной комнате проходит ознакомление либо новых людей либо тех кто скажет так начал разбираться в нашем проекте с компанией skyway капитал с предложениями которые делают каждому инвестору мы кратко совсем говорим о технологии потому что у нас есть целый ряд вебинаров целый ряд мероприятий на которых технологии рассказывают более подробно и это буквально состоится и сегодня 8 вечера по москве будет александр динку рассказывать о технологии skyway сравнение с другими технологиями да то есть показывает преимущество то есть как мы развиваемся историю развития технологии то есть у него большой объем информации который он доносит вебинарах в час дня и в 20 часов в москве по понедельникам и также проводит семейные встречи по средам у нас проходит как правило технологические вебинары которые проводят сергей сибиряков алексей суходов то есть принципе у нас большой объем информации размещены на сайте компании skyway капитал на сайте инженера ленинского вы можете ознакомиться с техническими аспектами технологии разработанной ленинским с экономическими различными вопросами с видеоматериалом с большим количеством печатных материалов вплоть до контрактов которые были заключены когда-то на строительство дорог по технологии ленинского и это вы тоже все можете легко найти об этом мы с нами кратко буквально сегодня поговорим вебинары состоит из двух частей как я говорил это цель донести кратко информацию о том что есть такая возможность есть такая технология есть возможность приложить усилия абсолютно для любого человека неважно в какой стране он сегодня проживает какой стране он находится какой уровень технического образования там инвестиционного и так далее в принципе это абсолютно не важно важно чтобы человек увидел возможность да если ему понравится то о чем идет речь то он может всегда разобраться задать вопросы вам если вы пригласили в это мероприятие, задать вопросы службе технической поддержки на сайте после регистрации, либо в личном кабинете, либо обратиться прямо в отдел информационной поддержки в Москву, у нас есть возможность это делать с сайта и личного кабинета, и получить ответы на свои вопросы. И дальше уже принимать решение. Данное мероприятие, опять же, если вернуться в презентацию, оно нацелено на то, чтобы ознакомить людей кратко с информацией о том, что из себя представляет технология наш проект, и дальше помочь разобраться, либо в плане становления как инвестора и нашего партнера, потому что есть еще возможность получения дохода до выхода с пакетами долей компании на международный рынок инвестиций, на международный транспортный рынок с технологией. Со всем этим можно разобраться, услышав об этом один раз. То есть, по сути дела, презентация является местом выявления интереса. Помимо всего прочего, хочу сразу сказать о том, что у нас в целом ряде регионов и стран каждый день проходят мероприятия живые. Почему живая презентация? Потому что она проходит не в интернете. Кстати, спасибо технологии интернета, пятому технологическому укладу, в котором мы с вами живем, потому что мы, находясь в разных концах зеленого шара, имеем возможность с вами общаться. Сейчас я немножко снижу уровень громкости моего микроэнда. Я думаю, что сейчас будет немножко комфортнее и будем продолжать наш вебинар. Итак, две части. Первая – это технология. Я не буду очень много про нее рассказывать. Вы посмотрите несколько роликов о том, что было, о том, что сделано на сегодняшний день. Будет ролик, где вам нужно будет просто внимательно слушать и читать. Поэтому я сразу хочу вас предупредить. Еще одно добавлю. У нас, в принципе, в разных регионах, как я говорю, проходят презентации. Завтра такое действие будет проходить в Москве. В 19.30 недалеко прямо от нас, здесь в 500 метрах, находится гостиница Татьяна, очень просто добраться от станции метро Павелецкая, там 480 метров и 520 метров от станции метро Серпуховская. То есть все достаточно просто, по прямой линии можно идти и, в принципе, пригласить своих друзей, знакомых, которые, даже если вы проживаете в других городах, вы можете пригласить людей своих на мероприятие, которое будет в Москве. Следите за расписанием живых презентаций, которые у нас находятся в разделе О компании региональные лидеры, там есть интерактивная ссылка, на которую вы нажимаете и у вас высвечиваются расписания на весь месяц и есть. То есть, возможно, у вас в Москве кого-то нет, но у вас могут быть люди и за территорией СНГ, например, в таких странах, как Венгрия, Франция, Словакия, Польша. Это может проходить, скажем так, в Казахстане, в России, на Украине, в Прибалтике, в странах Балтии, точнее, будет правильно говорить, да. У нас фактически каждую неделю по нескольку мероприятий живых проходит в Балтийском регионе. Поэтому следите за информацией. Итак, давайте перейдем непосредственно к нашему вебинару. Как я говорил, постараюсь не сильно испытывать ваше терпение, не надоедать вам долго. Важно, что хотелось бы сказать, прежде чем два слова, да, два слова, это занят минут 15-20, рассказы о технологии, то, что компания Skyway Capital зарегистрирована в Великобритании и она была создана для того, чтобы привлекать инвестиции для финансирования строительства тестового участка, полигона, экотехнопарка, это сегодня так называется, на территории Республики Беларусь. Почему Беларусь мы с вами еще разберем? С целью демонстрации возможности технологии инженера Юницкого Анатолия Эдуардовича, который разрабатывает данную технологию уже на протяжении почти четырех десятков лет, но 40 лет, в принципе, 39, да, не являются огромным сроком для транспортной отрасли, которая является одной из наиболее консервативных, компания является официальным партнером группы компании Skyway, которая владеет технологией по привлечению инвестиций, вот, соответственно, все наши действия направлены на выведение на мировой транспортный рынок технологий, разработанной Анатолией Дарчем Юницким, и очень важный момент, на который хочу сразу обратить внимание, та платформа, на которую мы сегодня привлекаем инвестиции, да, это опыт компании РСО, он был перенят в свое время, в феврале 2015 года, и мы работаем по системе краудинвестинга, либо народного инвестирована, то есть, в принципе, стать со владельцами технологии до момента ее выхода на мировой рынок сегодня может фактически гражданин любой страны, и принять он это участие может по мере тех возможностей, которые у него есть в плане финансовых, физических, моральных, духовных, то есть, насколько ему интересен данный проект, настолько он может эффективно к нему приложиться. Важно отметить, что сейчас такой этап, на котором инвестирование в наш проект очень выгодно, потому что вложенные деньги, да, это вложение, приумножается многократно, от 36 раз до 350 раз. Это то, во что может превратиться ваша денежная инвестиция в достаточно короткий промежуток времени, в ближайшие там 2-3-5 лет. На своих экранах сейчас вы видите на своих мониторах автора и генерального конструктора струнного транспорта это Анатолий Дародич Юницкий. Как я уже сказал, руководит он этим проектом, да, внедрением своих технологий на протяжении почти 40 лет. Началось все, скажем так, с темы внеракетного освоения космоса, да, и в принципе первое упоминание о струнном транспорте было в конце 70-х, 80-х годах, прошлого столетия. Анатолий Дародич Юницкий родился на территории бывшего такого государства, как Советский Союз, его можно считать белорусским, советским, российским ученым, предпринимателем, изобретателем. Во время своей, скажем так, разработки технологии своей деятельности он трудился и на территории Беларуси, и на территории России, и на территории Украины. Был опыт, да, в его жизни, об этом он тоже рассказывает и в интервью, и вы можете в материалах об этом почитать. Книжку можете ознакомить, купить книгу «Единицкого небесной дороги», да, и познакомиться с биографией как самого Анатолия Дародича Юницкого, так и непосредственно с историей развития струнного транспорта, потому что оно сейчас идет как бы неразрывно. За время разработки и внедрения своей технологии Анатолий Дародич дважды руководил проектами организации обменных наций, то есть эксперты этой структуры давали свои заключения по технологии, разработанной Юницким, и организация обменных наций выделяла денежные средства на разработку и внедрение данной технологии. В 80-х годах прошлого столетия он стал членом Федерации космонавтики СССР, которая одна из первых признала всю перспективность развития использования данных технологий, ну, в первую очередь на территории Советского Союза, а далее данная технология могла стать экспортной. У него более 140 изобретений в различных направлениях развития нашей индустрии, промышленности и сельском хозяйстве. У него, он автором является 19 монографий, хотя у нас на славе здесь 18, и более 200 различных научных работ написано Анатолий Дародич Веницкий. Подробно с информацией, как я говорил, с техническими, скажем так, какими-то аспектами, вплоть до математических формул, да, с расчетами, почему данный транспорт эффективнее, там, вычисление коэффициента аэродинамического сопротивления и так далее, вы все это можете найти на сайте www.unitsky.com. Единственное, об Анатолии Дародич Веницком хотелось бы добавить, что действительно человек 39 лет разрабатывает данную технологию, то есть он болеет за это душой, вот, он хочет эту технологию реализовать и в наших с вами силах ему в этом помочь, да. Три высших образования Анатолия Дародича Веницкого, это инженер транспорта в направлении патентного права изобретательства и проектирование строительства высокого здания инфраструктурного сооружения. Все эти знания сегодня Анатолий Дародич Веницкий использует для тех ноу-хау, которым он использует технологии струнного транспорта. Сразу хочу добавить, у нас больше времени нашей презентации, вообще, скажем так, в целом развитие группы компаний SkyWay концентрируется на развитии транспорта второго уровня, да, о котором мы и ролик с вами посмотрим и преимущества разберем кратко, что он из себя представляет. Но струнные технологии, это не только транспорт второго уровня, трех сегментов, городской, высокоскоростной и грузовой транспорт, да, то есть грузовой со скоростью до 120 км в час имеет возможность передвижения транспортное средство и протяженность данной линии может составлять до 10 тысяч километров. Городской от 50 до 150 и до 500 км в час, сегодня речь идет о таком высокоскоростном SkyWay, да, это то, в принципе, направление, в котором мы сегодня с вами движемся, да, то есть то направление, в котором движется группа компаний SkyWay. Задача, которую мы на сегодня имеем, это, как я сказал, да, привлечение инвестиций с целью финансирования строительства экотехнопарка, но почему экотехнопарк, мы сейчас с вами еще поговорим, разобрав краткую историю транспорта в целом, но прежде чем, наверное, приступить к этой истории, все-таки давайте посмотрим ролик, который покажет, почему именно транспорт, да, чем, скажем так, вызвана деятельность в этом направлении, вот, что мы предлагаем, да, и в итоге, какие преимущества данной технологии, то есть обычно мы говорим о технологии транснета, но сегодня я хочу вам включить ролик, который рассказывает, скажем так, о транспортной отрасли в целом, какие недостатки в ней есть на сегодняшний день, потому что нельзя назвать ни одну транспортную систему, которую мы сегодня с вами используем в повседневной жизни, абсолютно экологически чистой, абсолютно безопасной, дешевой там и так далее, и так далее. А вот технология, которую предлагает Анатолий Дарвич Юницкий, наша группа компаний, да, она как раз относится к всему вышеперечисленному, что я вам сказал. Десятки тысяч лет назад первобытные люди принесли огонь в пещеры. Это были первые технологии. Наши предки стали кострами обогревать свое жилище и жарить мясо на углях. Многие из них не доживали и до 20 лет и умирали от рака легких. В пещерах стоял невыносимый смог. Что изменилось с тех пор? Человечество технологически окрепло, и костров стало значительно больше. Они горят в двигателях автомобилей, тепловозов, теплоходов и самолетов, в топках тепловых и атомных станций, котельных и заводов. Букет вредных и ядовитых веществ в современных выхлопах стал значительно богаче в сравнении с первобытным костром. Благодаря наземному и воздушному транспорту мы дышим воздухом, пьем воду и употребляем в пищу продукты, в которых содержится без малого половина таблицы Менделеева. Оксиды азота, углерода и серы, альдегиды, бензопирен и сажа, ртуть, мышьяк, свинец и хлор, полициклические углеводороды и радиоактивные изотопы. Список этих страшных названий можно продолжать бесконечно. Именно этот воздушный коктейль мы получаем, когда идем в парк подышать свежим воздухом. Растущее количество автотранспорта превращает концентрации этих вредных веществ в смертельные. Не стоит забывать и об авиации. Каждый старт тяжелой ракеты и пролетом многомоторного самолета образует в озоновом слое дыру размером с европейскую страну. Транспорт до конца века способен убить в авариях и катастрофах более 150 миллионов человек, а более полутора миллиардов сделать инвалидами и калеками. Как избежать этих чудовищных жертв? Как сохранить планету зеленой, а не сделать ее пепельно-серой? Ездить на лошадях? Ходить пешком? Эй, Марти Макфлай, одолжи нам, ныне живущим на планете, 7 миллиардов аэродосок из своего прошлого будущего. На самом деле эффективный транспорт уже разработан ученым Анатолием Юницким. Этот гениальный инженер изобрел идеальный во всех смыслах транспорт под названием «Рельсовая небесная дорога». Более 30 лет и несколько сотен миллионов долларов уже инвестировано, чтобы проект Юницкого воплотился в жизнь. Что же представляет собой транспорт будущего? Представьте себе легкий поезд или спортивный автомобиль на стальных колесах, которые размещены на ажурных рельсах над землей. В рельсах натянуты струны с усилением в сотни тонн. Благодаря идеальной ровности пути и сверхаэродинамичности подвижного состава он способен развивать скорость до 500 км в час. Поездка обойдется вам в 7 раз дешевле, чем на обычном поезде. Безопасность будет в 2000 раз выше, чем в автомобильном транспорте, а на путешествие понадобится в 10 раз меньше электрической энергии или топлива. И это еще не все. Струнные рельсы крепятся на легких, но исключительно прочных опорах, что позволит спасти от уничтожения плодородный слой почвы, ныне занятой автомобильными и железными дорогами на территории в 4 раза превышающей площадь Великобритании. Эта почва останется живой, она будет дышать, а зеленые растения на ней будут вырабатывать кислород, достаточный для дыхания миллиардов людей. Чтобы внедрить этот вид транспорта по всему миру, нужны соизмеримые средства с уже затраченными. Примерно столько же, сколько стоит сегодня пара-тройка футболистов или одна-две картины не самого известного художника-импрессиониста. И реализовать это возможно лишь при народном финансировании. Такой транспорт нужен в первую очередь именно нам с вами. И только мы сможем воплотить этот проект в реальность. Станьте с инвесторами народного транспорта будущего. Инвестируйте в будущее своей планеты. Узнайте больше. Итак, друзья, вы видели, что из себя представляют технологии, может быть, кратко, мельком, то есть это транспорт второго уровня. Одним из основных преимуществ, конечно, его является высочайшая степень безопасности, как при движении пассажиров внутри данного транспорта, если будем говорить о пассажирском SkyWare, так и тех, кто просто перемещается по планете, по поверхности земли прогуливаются на улице. Потому что транспортные потоки и людские потоки будут разнесены по уровню. Но мы к этому еще с вами подойдем, к основным преимуществам технологий. А сейчас буквально кратка, да, история развития струнного транспорта, то есть она насчитывает условно можно разбить ее на четыре этапа. Первый этап был достаточно длительным, то есть это с конца 70-х годов по середине 90-х, это почти 20 лет. Именно в это время было подано первое заявление на изобретение, первые публикации в научных журналах еще Советского Союза. Признание струнной технологии Федерации космонавтов СССР, первая научно-практическая конференция в городе Гомеле на территории Республики Беларусь в 80-х годах прошлого столетия, и на первом этапе Советский фонд мира выделил грант на развитие данной технологии. Второй этап, не такой длительный, да, но достаточно активный, это с 95-го по 2000-й год. В Питере Анатолий Давыдовича была своя научная школа, именно в Питере он занимался, скажем так, продуктами в аэродинамической трубе, по приданию наиболее обтекаемой формы будущему подвижному составу, да, снижению коэффициента аэродинамического сопротивления. В это время были продемонстрированы первые действующие физические модели, именно в это время Организация Минных Наций эксперты дали заключение, и ООН выделила первый грант на развитие технологий. Третий этап, очень важный этап развития технологий, потому что фактически на третьем этапе технологию узнал весь мир. Почему? Потому что при активном содействии Александра Лебедьева, это губернатора Красноярского края, Анатолий Гаврич Юницкий построил полигон под Московным городом озера, планировалось построить дорогу от озера до Москвы, это более 100 километров, да, чтобы быстро передвигаться по этой дороге, то есть люди из озер могли добираться до Москвы быстрее, чем, ну, примерно, скажем так, час, да, то есть, так как этот транспорт предполагает высокую скорость при перемещении по струнным рельсам. Но произошло следующее, то есть полигон дал большой положительный эффект из-за того, что на территории полигона было большое количество различных, проведено, скажем так, испытаний, отработанной методики, да, то есть в летний, в зимний период, дальше территорию полигона посещали различные международные делегации, которые увидели, что из себя представляют транспорт будущего, тогда это считалось, да. Далее, на данном полигоне давали свои экспертные оценки специалисты целого ряда государственных структур, которые имеют отношение к развитию транспортной отрасли в первую очередь, да, и там краткий перечень вы увидите в недалеком будущем нашего вебинара на слайде, вот, и очень важный момент, то, что во время существования полигона были даже заключены государственные контракты на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации. И в конце этого этапа, третьего этапа развития технологии, данная технология была представлена на госсовете, на котором присутствовали губернаторы всех областей Российской Федерации, всех регионов, да, и министры профильных министерств, президенту на то время Дмитрия Анатольевича Медведева, то есть губернатор Уяновской области презентовал эту технологию, у нас есть ролик, который показывает, да, в прямом эфире, кстати, что трансляция данного госсовета, вы этот ролик можете найти на наших каналах в YouTube, как в компании Skyway Capital, так и, в принципе, на него вы можете выйти через сайт www.uniski.com, вот, и, казалось бы, дошли до президента, да, и все должно сложиться так, что президент, в принципе, выслушав информацию, ну, улыбался, сказал, что это самое, что ни на есть инновация в транспортной сфере, да, что, да, над этим надо работать и набирать, но, я думаю, большинство из вас помнит, что 2009 год, это год, сразу же, скажем так, после кризиса, наверное, назвать нельзя, кризис развивался в 2008, то есть из кризиса мир еще не вышел, денег, я сказал, Медведев, нет, найдете деньги, пожалуйста, развивайте данное, скажем, направление, хотя после госсовета было дано распоряжение Министерству транспорта изыскать до миллиарда рублей для развития данной технологии. К сожалению, после госсовета в течение недели полигона в подмосковном городе Озера не стало, да, то есть его разобрали по косточкам, можно так сказать, по сути дела, демонстрировать больше было нечего, ни руководству страны, ни руководству целого ряда регионов, но важно, что полигон оставил свой четкий след, да, и о технологии говорилось, средствах массовой информации, Анатолий Дарвич принимал в это время участие в различных форумах, посвященных транспортной отрасли в первую очередь, да, вот, то есть центральный канал телевидения в новостях, региональное телевидение, то есть были целые тематические передачи, посвященные струнному транспорту, в прессе, в научной прессе, да, было много материалов печатных о технологии, разработанной Юницким, и не только, кстати, на территории Российской Федерации. Далее, после третьего этапа, после того, как полигона не стало, Анатолий Дарвич Юницкий продолжал работать над технологией, продолжал искать партнеров, которые готовы были проинвестировать еще раз в денежные средства с целью строительства такого же полигона, на котором можно было продемонстрировать возможности транспорта SkyWay, было принято решение уже, речь шла о небесных дорогах, вы знаете, да, в переводе с английского SkyWay это небесная дорога, небесный путь там и так далее. Было проведено большое количество переговоров с людьми мира бизнеса, у которых были денежные средства и есть, в принципе, даже сейчас, для того, чтобы это реализовать, да, с административным ресурсом целого ряда стран, то есть с чиновниками. Но, к сожалению, данные переговоры все заходили в тупик. Поначалу были многообещающие, да, готовы были вложиться, но люди из мира бизнеса иногда подходили к решению вопроса таким путем, что давай, технология будет наша, мы тебе денег дадим, вот, а дальше мы уже будем сами реализовывать, капитализировать и так далее. На что Юницкий не соглашался. В 2013 году было принято решение следующее, то есть оценить технологию, интеллектуальную собственность Юницкого. Этим занимались независимые агентства и европейские компании. Оценена данная технология в итоге была на сумму свыше 400 миллиардов долларов США. На основании интеллектуальной собственности, да, вот этого капитала была зарегистрирована компания Великобритании и было принято решение, да, то есть широко посмотреть на мир и была обнаружена такая возможность, что можно начать привлекать денежные средства посредством краудфандинга, да, на тот момент целый ряд проектов были запущены, то есть это тогда люди обладающие какой-то идеей полезной для человечества выходили на бесплатные площадки в интернете, говорили, что вот мы хотим реализовать вот это вот это дайте нам денег, да, если вы пожертвуете какую-то сумму, то мы вас чем-то одарим, то есть эта история в принципе реализации такой технологии, как шлем виртуальной реальности Oculus, да, когда молодые люди вышли на бесплатную платформу в интернете, им стали жертвовать деньги, всем тем, кто даст больше 300 долларов, они пообещали готовый этот шлем бесплатно потом подарить. да, здесь группа компаний SkyWay, Анатолий Дардович, его соратники стали заглядывать немножко дальше, то есть они предложили людям стать совладельцами технологий, проинвестировав любую, скажем так, сумму денежных средств, которые людям было комфортно проинвестировать в наш проект, вот, и в итоге началось движение по системе краудинвестинга. то, что происходит и сейчас, по большому счету, поэтому мы с вами сейчас будем говорить о том, что предлагает группа компаний SkyWay, то есть в принципе сегодня мы находимся на четвертом этапе, у группы компаний SkyWay сначала, скажем так, прием инвестиций, точнее движение по системе краудинвестинга был намечен четкий четырехлетний план с 2014 по 2017 год, разбитый на 15 этап, на каждом этапе нужно будет произвести определенный объем работ с целью этого и нужно привлекать инвестиции для финансирования этих работ. Сегодня мы уже находимся на седьмом этапе развития технологий, всего, я сказал, их будет 15. На начальном этапе был самый, скажем так, высокий уровень риска, соответственно, был самый высокий уровень доходности по тем долям компании, которые люди могли приобретать. Вот сегодня уже, скажем так, уровень доходности или дискон снизился с 250 до 36 на минимальных пакетах и с полутора тысяч до 350 на максимальном пакете, на котором люди могут проинвестировать за 150 тысяч долларов США. Итак, друзья, я кратко рассказал историю, которая, скажем, насчитывает четыре этапа развития струнных технологий. Мы с вами будем говорить сейчас в ближайшее время о двух последних годах, о том, что происходит сейчас, посмотрим еще видеоролики. Но прежде чем перейти к этому, я бы хотел включить видеоролик, который продемонстрирует то, что Анатолий города Череницкого был полигон в озерах, потому что технология известна, то, что она была продемонстрирована миру. Этот ролик займет две минуты, и потом мы с вами будем продолжать наш сегодняшний вебинар. Готов, прием! 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес живут на стиле специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струнная дорога система, это очень удобная система. И доказательством того является то, что я стою под грузовиком 8-12 тонн. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай электронной эвакуации с 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ, и грузовик снова и снова взбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных вариантов грузового СТЮ на полигоне в городе Озеры, был осуществлен также комплекс испытаний на моделях струнных дорог разных типов в масштабе 1-15, 1-10 и 1-5. Все модели действующие и полностью отвечают критерию физическая модель, то есть с точки зрения физики соответствует полноразмерным изделиям и позволяет моделировать статику нагружения и динамику движения. Был осуществлен также комплекс лабораторных испытаний и выполнены многочисленные продувки моделей воскоскоростных юнибусов в аэродинамической трубе, что позволило спроектировать самое экономичное колесное транспортное средство в мире. Кстати, одновременно в одном вагоне сможет ехать не больше 60 пассажиров. Никакой террористический акт этой дороги не страшен. Опыты показали, что если рухнет опора, юнибус будет ехать по-прежнему, его лишь немного покачнет. Струнная дорога – это безопасный и комфортный транспорт. В заключении Анатолий Эдуардович поведал, что и нашу страну готов опутать с миллионами километров таких экологичных дорог. Они, по его словам, пройдут над горами, лесами и зелеными холмами. Итак, друзья. Ролик показал то, что, скажем, подтвердил мои слова, полигоне, который существовал с 2001 по 2009 год. И сегодня все наши действия, действия компании Skyway Capital, направлены на привлечение инвестиций для строительства подобного участка. Только все будет выглядеть немножко по-другому. Потому что речь шла во время испытаний на подмосковном полигоне в озерах второго поколения технологий Skyway. Сегодня мы говорим о четвертом поколении. На данном слайде вы видите перечень, далеко не полный перечень тех структур, которые давали экспертные оценки технологий, разработанные Ницким, когда был полигон в подмосковном городе Озера. Более подробно, даже с документами, с этими экспертизами вы можете ознакомиться на сайте Анатолия Даровича Ницкого. Было бы желание, скажем так, с этим совсем ознакомиться и разобраться. Здесь перечислены основные преимущества технологии Skyway над теми транспортными системами, которые мы сегодня используем в нашей жизни. Это автомобильный транспорт, железнодорожный, водный транспорт, речной, морской и воздушный, самолеты, вертолеты. Начиная с низкой себестоимости строительства и оказания транспортной услуги, если говорить по экономии, привожу все время цифру, на одном километре дороги экономится до 500-750 тонн железа в сравнении с высокоскоростной железнодорожной магистралью. Низкое энергопотребление, минимальный землеотвод. Это 3-5 гектар землеотвода, то есть земли экономится в сравнении с автомобильной обычной дорогой. Высочайший уровень автоматизации, высокая степень безопасности. Первое, я уже говорил, что транспортные потоки людские будут разведены, соответственно транспорт не будет пересекаться с путями миграции животных и с домашними животными, что иногда происходит в нашей повседневной жизни. Соответственно, будет на порядке снижена вероятность какой-либо аварии, либо катастрофы. Далее, каждое транспортное средство будет снабжено специальным противосходным устройством. Путевая структура будет иметь запас мощности минимум десятикратный по отношению к тем нагрузкам, которые будет нести неважно грузовой, будь то транспорт, городской или высокоскоростной. Можно использовать возобновляемые источники энергии. То есть на эстакаде можно размещать и витрины электростанции, и солнечные батареи, потому что вы знаете, много внимания сейчас в направлении науки и техники уделяется этому источнику энергии. И, в принципе, выработное электричество можно использовать как для того, чтобы отдавать внешним потребителям, так и для перемещения транспортных пресс по технологии SkyWay. Потому что использоваться могут абсолютно любые двигатели. Далее, отсутствие вредных воздействий на человека и природу, экономия времени и финансовых затрат. Потому что если мы с вами рассмотрим просто использование данных дорог и возьмем самый простой вариант, есть такое понятие зима. Если мы с вами живем в Российской Федерации, то 60 с лишним процентов территории России это вообще зона вечной мерзлоты. Соответственно зимой выпадает снег. Огромное количество энергии, денег, времени, средств и людских там ресурсов и техники тратится на то, чтобы этот снег убрать. Сильный снегопад, как правило, препятствия движения автомобильного транспорта точно, железнодорожного, авиационного. По зиме вообще, скажем так, северные всякие морские пути только с ледоколами могут двигаться. Корабли там при перевозке грузов и так далее, и так далее. Северная навигация, вы знаете, она очень короткая. Нужно успеть завести там необходимые топливные ресурсы, продукты и так далее, и так далее для северных территорий, если мы говорим о странах, которые имеют выход за полярный круг и так далее. Данная технология будет позволять перемещаться транспортным средством и в сильный снегопад, и в сильный туман, в сильные ливни, даже в условиях наводнений, паводков и так далее, и так далее. Потому что эстакада поднята на земле. О преимуществах технологий можно говорить очень долго. Опять же, если вы зайдете на наши интернет-ресурсы, будь то на сайт SkyWay Capital, будь то на сайт Ленинского, там 20-страничные с рисунками, там 40-страничные описания преимуществ и, скажем так, сравнения транспорта SkyWay с теми видами транспорта, которые мы имеем на сегодняшний день. Поэтому заострять на этом внимание на представление технологий, наверное, не было. 2014 год, как я вам говорил, это год, когда началось привлечение инвестиций в развитие проекта группы компании SkyWay. Это был январь месяц, появились первые инвесторы. И, наверное, один из ключевых моментов 2014 года, помимо начала привлечения инвестиций, стало открытие научно-производственного предприятия в Республике Беларусь, в городе Минске. То есть в мае месяце у нас появились первые конструкторы, инженерный персонал. И сейчас уже почти 150 человек, по-моему, трудятся на реализации и внедрении данной технологии. 2015 год предыдущий стал ключевым, потому что именно в 2015 году группа компании SkyWay определилась с участком местности, на котором планировали начать строительство экотехнопарка. И в июне месяце на аукционе по земле, но это правило Республики Беларусь, было закреплено владение данной территорией, это 36 гектар, недореко от города Марина-Горка, за компанией «Струнные технологии», которой руководит генеральный директор Анатолий Дарад Чуницкий. То есть эта компания входит в наш холминг. В 2015 году было проведено целый ряд переговоров, таких жизнеутверждающих и перспективных. Это Аминьон Арабской Эмираты, это переговоры с австралийской делегацией, которая приехала в сентябре, то есть в начале лета Ротхук, человек, который являлся сейчас экс-министр транспорта Южной Австралии, то есть человек, который в своей жизни реализовал не один крупный инфраструктурный проект на территории австралийского континента, познакомился с технологией. В сентябре приехал первый раз, чтобы познакомиться с лично с Анатолием Дарвичем, посмотреть, что проделал на тот момент. После ознакомления с нашим реконструкторским бюро, которых на тот момент уже было 15, и уже шло развитие строительства экотехнопарка, Ротхук уехал в Австралию с твердым намерением развивать данное направление на своем континенте. Мы с вами немножко о Ротхуке чуть-чуть продолжим беседовать чуть позже. Также в 2015 году важным моментом в развитии нашего проекта стало, во-первых, само строительство экотехнопарка началось в конце июля 2015 года. А в августе уже пошло, скажем так, активное строительство, создание анкерных опор, рычеокотлованов и промежуточные и так далее. Сегодня у нас уже очень много проделано, очень многое построено. Я покажу ролик о том, что сделано на территории экотехнопарка на момент где-то там 70 дней давности. Что еще хотелось бы отметить? В сентябре группа компаний SkyWay получила специалисты нашей компании международный инфекционный код ценной бумаги. То есть это процедура, которую проходят все компании, акции которых сегодня котируются на крупных международных биржах. Также в 2015 году состоялась процедура закладки нулевого километра недалеко от горя до мариногорской дороги SkyWay. Это было 18 октября, потом прошла международная конференция, это было несколько десятков наших инвесторов целого ряда стран. Осенью уже группа компаний SkyWay, предприятие струнной технологии вместе с Пуховичским райисполкомом приняли участие в тендере в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь». И в числе, скажем так, порядка двух десятков проектов, которые принимали участие в данном тендере, были получены денежные средства на развитие данной технологии в Республике Беларусь. То есть это, скажем так, тоже денежные вливания, помимо получения денежных средств от наших частных инвесторов, физических лиц, помимо краудинвестиций. Также осенью группа компаний SkyWay приняла решение перейти на новый способ привлечения инвестиций, то есть нашим инвесторам стала доступна возможность приобретать пакеты долей компании в рассрочку. То есть нашим инвесторам выгодно, потому что инвестирование значительных денежных средств ежемесячно можно в итоге получить на выходе крупный пакет долей компании, что потом принесет серьезный доход либо от продажи этого пакета, либо, скажем так, в виде дивидендов от прибыли из тех проектов, где будет использоваться технология SkyWay. Кстати, скажу важный момент, что предполагаемая цена к концу 2017 года отдельно взятой акции в районе доллара США. То есть это то, к чему мы стремимся, по крайней мере. Сегодня можно приобрести эти акции по цене нескольких центов, либо нескольких десятков центов, если вы берете крупный пакет, а на выходе это будет один долг. То есть, как я говорил, стоимость возрастает от 36 раз и более. Это 15-й год. 16-й год. Мы сегодня с вами живем уже практически скоро будет 7 месяцев в 16-м году. И в этом году произошел целый ряд ключевых событий в развитии нашей технологии. Мы продолжаем развиваться. У нас активно строится полигон, активно развивает строительство экотехнопарка. И помните про историю, которую я говорил про госсоветы у Медведева. Так вот, в начале этого года Анатолий Дарвич Юницкий написал письмо Дмитрию Анатольевичу и поблагодарил его за то, что в 2009 году он обратил внимание на технологию, разработанную им. И написал в письме, что мы ответили на самый важный вопрос, который вы задали. То есть мы нашли инвестирование, сегодня мы строим экотехнопарк в Белоруссии и приглашаем вас в очереди приехать и лично убедиться, чего мы добились. Далее Анатолий Дарвич вместе со специалистами нашей компании провел презентацию технологии в Министерстве транспорта Российской Федерации. И 11 февраля экспертный совет Министерства транспорта признал технологию Юницкого инновационной технологией. А 25 марта эта история продолжила, скажем так, свое развитие и технологию признали перспективным. То есть совет экспертный при Министерстве транспорта признал технологию Анатолия Дарвича Юницкого перспективной. То есть это дает возможность строительства дорог на территории Российской Федерации. Ну, была, конечно, оговорка там, в принципе, то, что нужно продемонстрировать, что это из себя представляет, потом просчитать, скажем так, эффективность при строительстве этих дорог на территории России и прочее. То есть это не дает нам как бы право утверждать, что теперь у нас не будет никаких проблем, но тем не менее на нас обратили внимание и очень важным моментом, наверное, является то, что на протяжении двух лет группа компаний SkyWay лично Анатолий Дарвича Юницкий часто слышал от людей, которые его окружают, даже ученых, что вот ты занимаешься непонятно чем, придумал какую-то пирамиду и так далее, в которую привлекаешь денежные средства, неизвестно куда они идут и прочее. То есть, первое, нам есть что показать на территории экотехнопарка и второе, то, что никакую пирамиду либо какой-нибудь фухловый проект, как мы это говорим, не признает и инновационным, и перспективным такая структура, как Минтранс Российской Федерации. То есть это важный момент развития технологий. Что нас ждет в недалеком будущем? Очень важное мероприятие состоится в Берлине. С 20 по 23 число пройдет международный крупный транспортный форум под названием «Инотранс». И, скажем так, специалисты нашей компании, Анатолий Эдуардович, получили приглашение из Евросоюза, из Берлина принять участие в категории транспортной инновации. И было принято решение генеральным конструктором технологии, является Анатолий Эдуардович Юницкий, на данном форуме продемонстрировать подвижной состав городского SkyWay и легкого SkyWay, так называемых юни-байков. После данного мероприятия эти транспортные средства прямиком направятся на территорию Республики Беларусь, недалеко от города Марина Горка, на территорию технопарка, чтобы продемонстрировать, как это двигается и что из себя представляет данный транспорт. И я вам рассказывал о том, что автолийская делегация посещала в сентябре территорию технопарка. И этим летом Ротхук, он приехал уже не сам, он привез, скажем так, специалистов других компаний, чтобы они тоже ознакомились технологии, дали свое, скажем так, заключение и так далее. И вот я хотел бы вам сейчас, прежде чем буквально два слова сказать о том, что, точнее, прежде чем включить этот ролик, я скажу еще два слова о том, что, опять же, да, мы дошли до того момента, как это было, например, 2007, 2008, 2009 год, все чаще и чаще в различных СМИ, как на территории Беларуси, Российской Федерации, так и за рубежом появляется информация о развитии нашего проекта. Интернет-издание, печатное издание, радио, телевидение, да, потому что вот в Австралии было целый ряд передач на радио, на телевидении, в которых принимал участие Ротхук, радио «Эхо Москвы», да, дальше канал «Беларусь-24» – это международный канал белорусский, который вещает, скажем так, на весь мир и знакомит людей о том, что происходит в Беларуси. И вот буквально, по-моему, около 10 дней назад Виктор Бабуринс, одним из руководителей конструкторских бюро, знакомил людей с технологией SkyWay. На протяжении 20-25 минут шла передача, и передача называлась «24 вопроса объектив конференции». То есть корреспондент задавал вопросы, а руководство нашей компании и конструкторы отвечали на эти вопросы. Информация о SkyWay расходится, скажем так, все быстрее и быстрее. У нас появляется огромное количество партнеров-инвесторов в странах Западной Европы, сегодня, скажем так, инвесторов компании SkyWay Capital более чем из 72 стран. На 2016 год у группы компании SkyWay следующие планы. В октябре месяце представить уже, скажем так, полную действующую городскую трассу SkyWay, как навесную, так подвесную. Далее, параллельно осуществить строительство и демонстрацию легкой трассы, так называемой юнибаки. Вот сейчас вот-вот начнется строительство грузового SkyWay, то есть точно так же анкерная опора, промежуточная опора, погрузочно-разгрузочный терминал. То есть продемонстрировать грузовой SkyWay планируется либо к концу 2016, либо в начале 2017 года. И уже в 2017 году продлить участок той городской трассы, которая сегодня строится, до 15 километров и ознакомить людей с тем, что из себя представляет высокоскоростной SkyWay, то есть транспортное средство, передвигающее со скоростью до 500 километров в час. Важно отметить следующее, что в этом году у нас уже прошло крупное мероприятие на территории Республики Беларусь с 23 по 24 апреля. И целому ряду сотрудников нашей компании из Москвы тоже удалось побывать на данном мероприятии. Прошел экофестиваль, на котором присутствовало свыше 700 наших инвесторов, более чем из 20 стран мира. Первый день прошел на территории эко-технопарка, и люди могли познакомиться с тем, что было проделано на тот момент. Второй день была конференция на территории города Минска в гостинице Пекин. Осенью этого года, в октябре месяце, планируется второй экофестиваль, на котором мы ждем порядка трех и более тысяч наших инвесторов, опять же, более чем из 20 стран мира. То есть это мероприятие пройдет, опять же, в Минске, на территории Республики Беларусь, в городе Марина-Горка, где будет демонстрироваться уже действующий транспорт SkyWay. Если вы, как говорится, болеете душой, если у вас, наоборот, есть люди, которые сомневаются, но заинтересованы нашим проектом, они могут приехать и своими глазами все это увидеть. И то, что я хотел вам, наверное, продемонстрировать еще, то, что говорил все-таки Ротхук о SkyWay. Я вам сейчас включу 3-4-минутный ролик, в котором вопросы задает Виктор Кириченко. Вопросы и ответы будут, скажем так, в виде субтитров. Далее мы продолжим, скажем, ознакомление с материалом, непосредственно предложение компании SkyWay Capital. Ну и то, что... Мистер Хуп, первое, я хотела вас поздравить с письмом в текущей с уникой на сайте СКУ. Продолжение следует... 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 Спасибо. Какие новые проекты вы начнете работать в Австралии? Я думаю, что первое, и это было очень понятно, что первое, что у нас есть тест и демонстрация, и мы закрепляем сайт для этого, и это будет похож на то, что сейчас будет строить в Беларуси. Мы сделали урагменты с университетом в Адалаиде о том, что университет на тракте, который может привести студенты от парка и трейдера на хиле на университете. И есть много эксцитмента об этом. Мы должны найти то, чтобы сделать это проектие. Главное, и в городе в городе, где мы живем, мы можем использовать продукт, это производство, можно было получить продукты, это производство, мы должны быть большой городами. мы будем собирать это. Вهم будет большинство домских мест, и на месте районе, и это может помочь большая амитация основная темнота добавлящая плана, строительные тренировки, or the alternative that we will go back and we will be offering is a Skyway system that is cost effective, environmentally friendly and more efficient in delivering the needs of the mining company Thank you very much I think I can express the desire of all the investors of the Skyway project to see you successful in implementing these projects We are all with you, you have all our support and we wish you good luck on the... Итак, друзья, то есть мы говорили о том, что была австралийская делегация Да, у нас за последние месяца полтора выложен целый ряд роликов о посещении данной делегации в наше конструкторское бюро на территории города Минска, посещение этих на парке и так далее Это конкретное интервью с человеком, который, как я уже говорил, реализовал целый ряд крупных инфраструктурных проектов на территории Австралии И вы заметили в ролике, да, идет речь о том, что о замене, например, трамвайной линии над которой задумывалась, скажем так, муниципалитет Водовоиде то есть необходимо развивать данное направление предложение заменить это все технологией Skyway и также 500-метровый участок это университет Флиндерс там, где от железнодорожной станции до корпуса университета студенты будут добираться по трассе, построенной по технологии Skyway что еще хотелось бы отметить буквально на прошлой неделе прошел целый ряд мероприятий очень важных, на которые была продемонстрирована технология Skyway 5-го числа на территории Словакии прошла международная конференция где было более 200 инвесторов, да, целого ряда стран также в Словакии был заключен договор о взаимодействии со Словакским технологическим университетом и данная теперь, скажем так, структура будет прорабатывать целый ряд адресных проектов и на территории Словакии, и на территории Центральной Европы вплоть до того, что были продемонстрированы возможности транспорта Skyway министру транспорта связи и регионального развития Словакии также в Крыму 8-го числа в пятницу прошла крупная конференция в которой была организована Крымская академия наук то есть вы видите письмо, которое было направлено с Крымской академией наук непосредственно в группу компании Skyway и данное мероприятие было организовано с целью разъяснения что из себя представляет технология, что она может дать такому региону, как Крым и так далее участниками, скажем так, конференции были руководители Крымской академии наук например, Тарасенко Виктор Сергеевич, президент Крымской академии наук Бабенко Геннадий Александрович, председатель постоянной комиссии Госсовета Республики Крым по промышленной политике, транспорту связи и топовому энергетическому комплексу является академиком Крымской академии наук руководитель экономического отделения академии и еще целый ряд, скажем так, специалистов данной академии и как говорил Григорий Мирошниченко то есть лично принимал участие, был почетным гостем Анатолий Дорожевич Веницкий на данной конференции то есть он нашей технологии все больше и больше, скажем так, узнает во всем мире Итак, друзья, то есть это то, что касалось технологии мы сегодня, может быть, скажем так, больше смотрели с вами видео, которое до этого на вебинарах мы не показывали но тем не менее предложение компании SkyWay Capital как я уже говорил сама компания, скажем, достаточно молодая она начала свою деятельность по привлечению инвестиций в конце февраля 2015 года 24 февраля состоялась первая презентация в таком формате конечно, информация была другой у нас на тот момент нечего было показать потому что еще и участок местности по большому счету был в разработке он не был закреплен даже за группой компании SkyWay в феврале месяце только были первые наброски специалистами конструкторских бюро эскизных рисунков привязки к конкретному участку местности как это будет выглядеть если этот участок местности будет закреплен за нами так вот, основная цель это привлечь необходимый объем инвестиций в реализацию технологии, о которой мы с вами говорили платформа, это краудинвестинг то есть сегодня инвестировать в свои денежные средства может абсолютно любой человек если, скажем, копнуть немножко глубже и посмотреть рынок инвестиций вообще и каких-нибудь идей, технологий и так далее как правило, подобные инвестиции доступны людям из мира миллионеров, мультимиллионеров и миллиардеров не все, скажем так, вхожи в мир инвестиций которые могут принести огромные денежные средства но вот краудинвестинг как раз таки он ориентирован на то, чтобы доступ к этим инвестициям имели люди среднего достатка, небольшого достатка и в принципе в нашей ситуации это именно та возможность которая предоставляется людям а на выходе каждый может получить очень серьезный уровень дохода то есть по сути дела результат работы группы компании Skyway компании Skyway Capital в частности это выведение транспорта на мировой транспортный рынок и выход с теми долями компании которыми вы сегодня можете владеть на международный рынок инвестиций задача которую ставит именно компания Skyway Capital это привлечь максимальное количество инвесторов на основе микрофинансирования потому что сегодня вложив небольшие денежные средства вот 15 долларов в США вы можете в итоге стать крупным инвестором компании Skyway Capital иметь большой портфель инвестиций в наш проект благодаря еще дополнительным предложениям которые у нас есть иногда я общаюсь с людьми есть у меня знакомые которые считают что вот если инвестиции там не менее 400 там 500 тысяч долларов или 500 тысяч евро это не инвестиция то это все фигня там это фуфлу и так далее и так далее но как правило показывает краудинвестинг наш проект в том числе что у людей делающих сегодня незначительное вложение денежных средств да потому что мы знаем что далеко не все имеют там десятки и сотни тысяч долларов где-то под подушкой либо на банковских счетах для того чтобы их приумножить и кстати возможность которую предлагает компания Skyway Capital для многих это сегодня та душная которую они ищут да то есть прикладывая незначительные усилия как физически морально и духовно так и финансово вы можете в итоге стать финансово обеспеченным людьми какие еще задачи мы ставим обеспечить благоприятные условия каждому отдельно взятому инвестору чтобы он легко мог разобраться в информации чтобы он легко мог принять решение получив ответы на свои вопросы и легко мог стать совладельцем такого либо пакета долей компании не выходя из дома имея скажем так устройство для выхода в интернет и собственно тот интернет который позволяет вам стать инвестором в нашем проекте и конечно мы на себя берем задачу максимальной прозрачности всего что делаем мы и то что может делать наши инвесторы и информационное сопровождение полностью скажем так по ходу движения в нашем проекте все новости которые у нас происходят развитие технологий в развитии компании Skyway Capital мы стараемся моментально благодаря целому ряду скажем так средств донесения информации это и рассылка это и те же вебинары да это очень важная скажем так информация у нас рассылается посредством смс-рассылки поэтому всегда когда люди регистрируются в наш проект мы им рекомендуем указывайте пожалуйста реальное имя и имя и отчество бывают случаи что люди скажем так приходят поиграть указывайте реальный свой электронный адрес и указывайте реальный телефон с целью быть максимально проинформированного развития нашего проекта условно сегодня развитие скажем так внедрение технологии и реализацию проекта Skyway можно опять разбить на четыре этапа сегодня самое важное своевременное финансирование каждого отдельного этапа в бизнес-плане развития группы компаний Skyway я говорил что мы сегодня находимся на седьмом этапе реализации технологий сегодня важно построить экотехнопарк то есть привлечь необходимую сумму денег для его строительства а строим то мы его для чего с целью демонстрации возможностей всех трех видов транспорта городского высокоскоростного и грузового сертификации этих видов транспорта и выхода на мировой рынок с предложением строительства дорог адресных проектов видите в Австралии Ротхук сказал что будет строиться в университете флидерс первый тестовый участок но в планах реализовать целый ряд адресных проектов это только в Австралии в Словакии сейчас будут заниматься этим есть люди которые активно работают над тем чтобы находить предлагать реализацию технологий в целом в других странах Виктор Бабурин говорит о том что уже в принципе это наш заместитель директора по развитию группы компаний Skyway он говорит уже не хватает времени сил голосовых связок потому что технологии уже не только нужно привлекать денежные средства то что мы в принципе делаем на основе микрофинансирования последствий краудинвестинга но уже скажем так пришла пора работы скажем чуть ли не продажи технологии потому что мы все ближе и ближе к моменту ее сертификации и демонстрации транспорта и скоро начнется путь реализации данной технологии что в дальнейшем принесет прибыль тем людям которые сегодня становятся владельцами долей компании в нашем проекте что еще важно хотелось бы отметить то что помимо того что любой человек сегодня может стать инвестором да то есть приобрести для себя какой-либо из дальней компании он может это делать периодически да он может купить себе какой-либо из пакетов акции в рассрочку и выплачивать ее на протяжении там от 6 до 10 месяцев у нас есть разные пакеты любой человек может сегодня еще и создать себе источник дохода благодаря партнерской программе которая есть в компании Skyway Capital при этом вам не придется опять же садиться скажем так за парту изучать все что касаемо транспортной отрасли все что касаемо инвестиций становиться экономистами специалистами скажем так железнодорожной техники и так далее и так далее если вы разберетесь увидите перспективу развития нашей технологии увидите что данная возможность будет интересна не только вам но еще людям которые вас окружают вы можете делиться информацией о развитии нашего проекта о том что из себя представляет технология Юницкого о тех возможностях которые предлагает компания Skyway Capital и получать доход по партнерской программе то есть сегодня каждому партнеру компания предлагает возможность получать процент от тех инвестиций которые благодаря своей деятельности приносит наш проект у нас есть партнерская программа подробно мы о ней рассказываем по вторникам в 18 часов и по пятницам в 13 это то что рассказываю я наши лидеры на целом ряде мероприятий рассказывают тонкости партнерской программы но важно понять следующее что любой человек имеет возможность создать себе еще источник дохода построить карьеру в нашем бизнесе то есть подняться до 6 ступеньки маркетинг плана при этом получать достаточно высокий процент от привлекаемых инвестиций до 20 процентов при этом проинвестировав возможно 15 долларов всего и в итоге стать крупным акционером компании Skyway Capital потому что у нас есть еще подарочный счет так называемый акционный счет на который начисляется вынужденное вознаграждение если вы строите партнерскую структуру и эти деньги вы можете реализовать на приобретение долей компании на приобретение пакетов акций и стандартного прайс-виста компании Skyway Capital вас никто не может ограничить в количестве тех людей которым вы можете дать информацию пригласить за собой в этот бизнес у нас достаточно высокая глубина с которой вы плачете вознаграждение по партнерской программе до 24 уровня и вас никто не заставляет выполнять какие-то жесткие объемы делать какие-то обязательные закупки как это происходит в огромном количестве компаний малым бизнесом то есть все что вы сделаете оно все накапливается потому что маркетинг у нас накопительный и вы никогда не потеряете тот уровень квалификации либо ту ступеньку карьеры которую вы достигли фактически у нас односторонний рост и никто вас не заставляет эту квалификацию подтверждать задача которую ставит перед собой партнерская программа нашей компании это привлечение в проект сумму порядка 300 миллионов долларов США для того чтобы реализовать технологию создание крупных региональных структур то есть выявление лидеров это отдельное вознаграждение получают люди кто на себя берут дополнительную ответственность в дальнейшем это будет создание адресных проектов то есть все что на сегодняшний день может принести увеличить инвестирование в нашем проекте я говорил о прайс-листах я говорил о пакетах долей компании которые есть в разделе инвестировать нашего личного кабинета каждого зарегистрированного человека и хочу сказать следующее любой человек может стать совладельцем пакета долей компании skyway capital приобретая их из стандартного прайс-листа стоимость я вам говорил до 15 долларов до 150 тысяч долларов США у каждого из пакетов есть свой уровень доходности который находится рядом то есть если вы инвестируете наш проект на сумму 15 долларов США соответственно за вами будет закреплен и выдан сертификат на 540 акций которые в семнадцатом году превратятся в 540 долларов США каждый последующий пакет имеет больший уровень доходов то есть вы видите пакет за 30 долларов уже 40 за 60 это 50 и так далее и так далее что еще хотелось бы отметить про акционный счет я сказал на который скажем так начисляются денежные средства если вы развиваете партнерскую структуру приобретать пакеты долей компании с акционного счета вы можете только вот с этого прайс-листа но все равно это выгодно да вы можете как я сказал проинвестировать наш проект на незначительную сумму помогать людям развиваться в нашем проекте они могут становиться инвесторы вам будут идти начисления на акционный счет и вы можете просто-напросто докупать себе акционного счета доли компании увеличивать портфель инвестиций мало того с бонусного счета вы можете заработанные деньги выводить помимо того стандартного прайс-листа у нас есть так называемые акционные пакеты вот у нас есть пакеты стоимостью тысячи долларов разовый платеж он называется инотранс приурочен как раз к тому мероприятию которое у нас пройдет в сентябре в Берлине если вы первый раз приобретаете данный пакет то вам уровень доходности дается 235 то есть вам вычисляется 235 тысяча если вы в течение месяца купите еще один пакет на тысячу долларов у вас уже уровень доходности будет 270 если третий раз то 290 и четвертый раз это 300 тысяч соответственно более миллиона акций за 4 тысячи долларов вы можете себе приобрести двигаясь в этом направлении есть крупные пакеты которые появились в нашем прайс-листе где-то полтора-два месяца назад по просьбе наших инвесторов с территории Европы из развитых стран то есть там где люди могут себе позволить проинвестировать и 5 и 10 и 25 тысяч и 50 тысяч долларов США с выгодным дисконтом можно приобрести себе пакеты долей компании буквально на прошлой неделе появилась возможность купить себе пакеты с выгодным дисконтом а вот вы видите да уровень доходности здесь 161 вот до 316 да стоимость этих пакетов 250 400 и 1800 долларов данные пакеты можно приобрести только с бонусного счета соответственно чтобы приобрести данный пакет по сути дела что нужно сделать развивать партнерскую структуру потому что начисления на бонусный акционный счет идут только от того что вы даете информацию своему окружению и это вам приносит доход на бонусный акционный счет данные пакеты только с бонусного счета далее у нас буквально недавно появилась возможность приобрести пакеты на своих несовершеннолетних детей вы видите название малыш студент то есть пакет стоимостью 65 долларов ежемесячно на 10 на 9 месяцев он рассчитан и мало того каждый из этих пакетов да студентом 150 долларов ежемесячно имеет еще дополнительные бонусы и условия если вы делаете двойный платеж то вам либо 30 тысяч акций дополнительно начислят на вот этот вот и будут вписаны сертификат на пакете малыш либо 85 тысяч акций если это у вас пакет студент плюс ко всему если вы вовремя оплачиваете рассрочку либо 5 либо 10 тысяч акций на премиальный счет вы получите как плательщик если добросовестно будете его плачивать также у нас есть пакеты в рассрочку стоимостью 25, 50, 100 и 200 долларов в США то есть это наши уже скажем так стандартные пакеты которые достаточно давно есть в проекте нашей компании называются они старт сеньор стабильный бизнес эти пакеты также имеют дополнительные условия для получения бонуса то есть помимо 26 250 26 тысяч 250 акций компании skyway capital вы можете получить еще 9000 подарок если сделаете либо двойной платеж либо зарегистрируйте трех партнеров которые приобретут трех новых партнеров которые в вашем первом поколении приобретут пакеты долей компании skyway capital стоимостью не менее до скидки долларов соответственно пакете сеньора это 21 тысяча акций может быть подарочная стабильный 60 и на пакете бизнес 405 тысяч акций вам может быть начислено 144 тысяча далее есть пакеты опять же для стран в первую очередь западной европы и различных стран мира от 500 долларов ежемесячно до 5000 долларов ежемесячно и нижней линейки пакетов люди могут приобретать красочку для тех кто готов развиваться по партнерской программе кому необходимы инструменты у нас в разделе личного кабинета есть разделе инструменты партнера где вы можете скачать себе описание и слайды маркетинг плана сами наками свое окружение потунулись и получение дохода реферальную ссылку который является первым вашим инструментом благодаря которым вы начинаете зарабатывать и для того чтобы реферальные ссылки далее для того чтобы выczasом использовать баннер который является третий инструмент закуп Got ль им вам необходимо подписать партнерственно для того чтобы в раздел инструменты партнера у вас будет выключен баннер, что данный раздел вам будет доступен только после подписания такого договора. Баннеры для тех людей, которые имеют свои интернет страницы, сайты, блоги, страницы в соцсетях, то есть какой-либо информации, есть возможность устанавливать на них баннеры. Копируете HTML-код, выставляете себе на страницу в удобном месте. Баннеры более 60 видов, они разные размеры, выкинутые вверх, блок, квадратные и так далее. Вы можете себе выбрать именно тот, который подходит для вашей интернет странички. Баннер, он меняет рисунки, как это бывает, привлекает внимание посетителей вашей интернет страницы. Если они нажимают на баннер, переходят на наши интернет-ресурсы, будь то на официальный сайт, все зависит от постоянного кода, либо на один партнеров, знакомят с информацией, регистрируются, нажимают на кнопку регистрация. К каждому из этих баннеров, если вы их размещаете из личного кабинета, прикреплена реферальная ссылка. К инструментам партнеру можно отнести раздел новостей, потому что каждая новость справа у нас набжена кнопками соцсетей. Если вы зарегистрированы в контакте, фейсбуке, твиттере, в одноклассниках или в моем мире, вы можете эту новость разместить у себя на странице. И все, кто является вашими друзьями, группа, в которых вы находитесь, увидят, что вы разместили информацию, могут с ней ознакомиться, перейти на страницу наших интернет-ресурсов, сайт, лендинг, нажать кнопку регистрации. Благодаря этому они точно также станут вашими эфиральными партнерами, которые в дальнейшем могут вам принести доход. К инструментам развития бизнеса также относятся подобные вебинары, на которых вы можете приглашать новичков, вебинары по партнерской программе, целая череда обучающих мероприятий, которые проводят лидеры развития нашего бизнеса. Вебинары по технологии, вебинары по методам построения структуры, управления структурой, которые проводит тоже Григорий Мирошниченко. Владимир Марков проводит целую череду интересных вебинаров, связанных как от адресных проектов, так вплоть до юридической информации, сотрудничества с нашей компанией, что и как нужно предпринимать в развитии нашего проекта. Периодически промо-акции, те же самые акционные пакеты, они в принципе у нас бывают не всегда, но сейчас период, когда они используются. Соответственно, это тоже инструмент развития бизнеса. В разделе события нашего личного кабинета есть пункт расписания вебинаров, в который любой наш инвестор может зайти и выбрать то мероприятие, которое он хотел бы посетить, нажать на эту дату, скопировать себе ссылку, увидеть, кто ведущий, во сколько будет мероприятие и так далее. Было бы желание это делать. Также, как я говорил в начале нашего вебинара, в разделе о компании, региональные лидеры, есть ссылка на оффлайн-вероприятие, которое проходит практически каждый день, в целом ряде городов и стран. Вы можете активно использовать возможность общения со службой технической поддержки, если у вас возникают какие-то вопросы, либо трудности, вы это можете делать как со страницы сайта, то есть у нас справа открывается окошко всплывающее, куда вы можете задавать свои вопросы, так и со страниц личного кабинета. Было бы желание просто получить ответ на свой вопрос, службы технической поддержки высококвалифицированных специалистов, либо вы можете обратиться напрямую в отдел информационной поддержки в личном кабинете, есть надпись позвонить сайту. По сути, есть простые инструменты, я не могу сказать, что то, что я сейчас перечислил из инструментов, оно 100% гарантирует какой-то сумасшедший поток ваших партнеров или ливень из денег, но тем не менее, это те инструменты, которые вы можете использовать, и мало того, это те инструменты, без которых вы не сможете развивать партнерскую структуру, по крайней мере реферальные ссылки. То есть это то первое, что вы отправляете своим потенциальным партнерам после ознакомления с информацией, они регистрируются, в дальнейшем делают какой-то товарооборот, и за это вы получаете процент. В целом, та возможность, которую предлагает компания Skyway Capital, это возможность принять участие каждому человеку, неважно опять же, сколько ему лет, где он живет, какое у него образование, да, какой цвет кожи, в крупном проекте, который может в корне изменить жизнь человечества в целом. Потому что если вы ознакомитесь с технологией, да, вы поймете, что данный транспорт решает и вопросы экологии, и вопросы, скажем так, создания высококвалифицированных рабочих мест. В тех местах, где будут проходить дорога Skyway, жители этих стран только вымируют. Да, я не говорю уже о скорости, то есть то, что мы сможем, скажем так, быстро перемещаться из одного конца в другой. Вот. Высокий уровень комфортности, да, если мы будем следовать в этом транспорте. А в целом, вот опять же, если вернуться к тому, с чего я начал минуту назад, каждый из вас может приложить свои, по мере возможностей, физические усилия, да, духовные, там, мыслительную энергию вложить в развитие нашего проекта, да, знакомить людей с информацией о том, что мы такие есть, да, предлагать им возможность самим принять участие, изменить их жизнь и вместе изменить жизнь нашей планеты сам. Вот эта возможность есть у каждого. Мы находимся в Москве, да, вот то, откуда я вещаю, это вот адрес, улица Щепок, дом 222, строение 1. Рядом с нами находится гостиница «Ибис», то есть это строение 2. Это телефон нашей компании и возможности обращения в службу технической поддержки, точнее в саппорт, поддержку на сайте, да, то есть вы можете нам писать письма на этот электрон адрес, который сейчас видим. Вот для людей, которые проживают в московском регионе, в конце я вот хочу добавить следующую информацию, то, что завтра у нас пройдет мероприятие гостиницы Татьянова, в принципе, от этой нашего месторасположения, ну, наверное, 500 метров, может быть, даже меньше, находится хороший зал, в котором может размещаться до 100 человек, завтра мы в 19.30 там будем проводить мероприятие. Информация есть на страницах наших соцсетей, в наших аккаунтах и в Одноклассниках, и ВКонтакте, и на Фейсбуке, что завтра будет проходить мероприятие. А сегодня еще, возможно, будет сделана рассылка по базе электронных адресов, то есть вы можете записать своих знакомых, ну, не просто записать, а желательно, если они записываются, да, чтобы они пришли и получили информацию. Добавлю еще важный момент, то, что завтра будет проходить лотерея, как это у нас происходит в Москве, и будет выявлен счастливчик, который будет обладать книжкой «Ирмитская и небесная дорога» «Небесная дорога в тонком переплете», потом в толстом переплете будет книжка, то есть полная, скажем, как версия этой книги, и человек, который получит вот участие в завтрашнем мероприятии в подарок тысячу акций компании Skyway Capital. То есть вот такие, скажем так, призы жду тех, кто завтра примет участие в нашем мероприятии. А на этом я готов закончить сегодняшний вебинар. Не знаю, интересен ли он был или нет, потому что, в принципе, двух одинаковых, наверное, не бывает. Хотя суть примерно одна и та же, слайды, ну, редко отличаются от того, что было, хотя стараемся их менять по мере поступления новой информации, по мере тех новостей, которые у нас бывают, развитие проекта и так далее. Если вопросов на данный момент нет, то тогда мне позволите откламиться, поблагодарить вас за то, что вы были сегодня с нами. Мероприятия, как я говорю, вы можете посмотреть в разделе «Вебинары» в событиях, да, в личном кабинете. Вот, ну и обязательно посмотрите информацию по живым мероприятиям, потому что все-таки живое общение, да, и вообще мы люди такие, которые, вот мы с вами можем поговорить в скайпе, это один будет эффект, и это классно, да, вот. А если мы с вами поговорим вживую, ну, наверное, очень важно при разговоре с человеком видеть его глаза. Когда проходит презентация в зале, всегда видно о том, ну, как реагируют люди, да, что у них все-таки здесь, может кто-то спит или не спит, и так далее, и так далее. Живое общение, оно все-таки лучше. И как показала практика, как говорят лидеры, развивающие большие структуры в нашем бизнесе, да, живые презентации действительно ничем не заменят. Именно поэтому, наверное, у нас проходят и крупные конвенции, так называемые, два раза в год теперь, да, вот. Была весной, теперь будет осенью. Ну, куда могут приехать люди из любой страны мира, своими глазами видеть, что построено, да, вот, что проделано, услышать из первых уст генерального конструктора, Атанта Эбера-Череницкого, о технологии, ну, и многое другое. То есть усилить свою уверенность в развитии нашего проекта, убедиться лично. А если с собой еще привести несколько скептиков, ну, поверьте, в 99 случаев искать, потому что нельзя никогда обещать 100%. Эти скептики уйдут обратно вместе с вами сторонниками развития технологии скайфа. На этом заканчиваю. Спасибо вам большое. До новых встреч на наших вебинарах. Приглашайте своих потенциальных партнеров, приглашайте людей, которым интересно узнать возможность получения дохода.